В этом видео мы попытаемся разобрать одно из программных произведений американской литературы. И пусть в США нет фиксированной школьной программы, все-таки что-то они ведь там читают. И согласитесь, интересно узнать, что. Поэтому данным роликом я хотел бы начать цикл передач под условным названием «Школьная программа США». А начать разговор я бы хотел с Джона Стэмбека и его романа «Гроздья гнева». Привет, дорогие друзья! Это Белинский. И вы смотрите канал, в котором мы с вами обсуждаем прочитанные книги и просмотренные фильмы. Здесь известным большинству людей произведениям мы даем свои интерпретации и трактовки. Местами банальные, местами безумные. Впрочем, банальности мы стараемся по мере возможности избегать. Всем известно, что в русской школе есть программа авторов и произведений, обязательных к прочтению. Все в школе читали Евгения Онегина, Герой нашего времени, Гурятума, Ревизора, Обломова, Тургенева, что-то из Толстого, что-то из Чехова, что-то из Гоголя. И каждый человек в нашей стране, практически каждый, простите за выражение, носитель русской культуры, с этими произведениями так или иначе знаком. Они часть нашего сознания, часть нашего менталитета. Это общие для всех нас мемы, которые создают некую общность культуры. В нашей школьной программе практически отсутствуют иностранные или современные произведения. Школьник на уроках литературы оказывается в странном замкнутом пространстве русской мысли преимущественно 19 века. Он до сих пор вынужден писать сочинения о важности отмены крепостного права и читать книги, в которых описаны фэнтезийные для современного человека миры, населенные какими-то помещиками, статскими советниками энного разряда, гувернантками, гусарами, ну или просто мужиками в лаптях. И я не говорю о том, плохо это или хорошо, но это данность. Но задумывались ли вы, а что читают в других странах? И самое интересное, что входит в школьную программу США? На мой взгляд, необычайно интересно изучить именно американскую школьную программу. Там свои миры и свои авторы. Марк Твен, Джек Лондон, Харпер Ли, Джон Стэмбек, Эрнест Хемингуэй, Рэй Брэдбрери, Уильям Фолкнер, Теодор Драйзер, множество британских писателей, но я хотел начать бы именно с американцев. Потому что, читая программные произведения американской школы, мы, во-первых, знакомимся с мемами американской культуры, а во-вторых, по моему мнению, если читать именно американских писателей, входящих в школьную программу США, можно больше узнать об их истории, проблемах, вопросах, типичных для жителей именно нового света. Ведь во многом и нашу историю, и наши извечные вопросы мы узнаем именно на уроках литературы. Очень хорошо для начала знакомства с американскими авторами, на мой взгляд, подходит Джон Стэмбек. Он должен быть близок русскому читателю, потому что пишет он о привычных для нас бедных людях, об их жизни, несчастьях, мечтах, трагедиях, об их борьбе за существование и, конечно же, об их надеждах. Его герои – наемные рабочие, согнанные со своей земли, голодные, готовые трудиться за гроши, за еду. Для нас они совсем как крепостные крестьяне. Нам так и хочется их раскрепостить. Стэмбек – писатель левого толка. Он сотрудничал с Коммунистической партией США, активно публиковался в СССР, куда даже приезжал в 1947 году. В Америке же он часто подвергался критике, иногда цензуре, иногда запретам, но при этом при всем чертовски хорошо продавался. В 1939 году вышел его самый известный, по крайней мере в России, роман «Гроздья гнева». За который через год он получил Пуллицеровскую премию, и при первом взгляде на это произведение кажется, что оно левое, что оно имеет четкую прокоммунистическую направленность, что оно говорит о неизбежности и необходимости классового восстания в США и прежде всего о бесчеловечности и преступности капитализма. И это безусловно так. Оно о всем об этом говорит, особенно тому, кто хочет это услышать. Но при внимательном прочтении «Гроздья гнева» также расскажут о невозможности существования коммунистического государства в США. Потому что в американской культуре и в американском характере есть несовместимые с этой утопичной идеей черты. Читая «Гроздья гнева», мы видим, что между нами, русскими и американцами, есть много общего. Это все лучшие общечеловеческие ценности. Но также мы узнаем и наши отличия, характерные для Америки черты и ее извечные проблемы. И Стеймбек посвятил свою книгу, если не главной, то одной из самых главных извечных американских проблем. Имя которой – безработица. Индекс безработицы в США и сейчас является одним из важнейших индикаторов для всей мировой экономики. В Америке существует культ труда. У них почасовая система оплаты. Американец знает – не поработал, не поел. Русский человек – он не такой. Он знает, что от работы кони дохнут. Американцы работы ищут. Ее на всех не хватает. Русского же человека все время заставляет работать власть. Почему же у нас такое разное отношение к труду? Американец привык работать на себя. Даже если он наемный работник, он знает, что за час он получит 7 долларов. И он работает на себя, чтобы у него было 7 долларов. И если он будет работать больше, то у него будет больше. Если работа не кончится. Русский человек понимает, что всю работу не переделать. Исторически он никогда не работал на себя. В царское время крестьяне работали на своего барина. В советское – на колхоз или на завод. Более того, мы 70 лет прожили в таком государственном устройстве, где собственность считалась пережитком. А сами деньги – временной необходимостью, которую при коммунизме должны были отменить. До революции общество в нашей стране, как и в большинстве стран мира, тогда было классовым. И даже какой-нибудь богатый купец по статусу был ниже любого дворянина. Он не мог купить за деньги то, что передавалось по наследству. В СССР миллионеры были только подпольные, как корейка. У них были миллионы, но куда их можно было применить в стране, где запрещена собственность? Вот много у тебя денег, и что ты сделаешь? Вот почему Данила Бодров задает такой вопрос в известном фильме «Балабанова». В Америке все наоборот. Создается впечатление, что право собственности там даже важнее, чем право на жизнь. Описывая снос дома оклахомского фермера, стембик сокрушается. Как же так? До чего довели Америку банки? Тракторист за три доллара в день вспахивает землю, которая ему не принадлежит. То, что фермерские участки были выкуплены крупной фирмой и объединены в одно хозяйство, то, что на нем теперь работают не собственники этой земли, не те, кто вырос на ней, не те, кто построил здесь свой дом и воспитывает здесь своих детей, чтобы передать им эту землю по наследству. Это для стембика равносильно изнасилованию земли. А сейлку трактора он описывает как 12 железных детородных членов, выкованных на столетейном заводе, совыкупляющихся с землей, по велению механизмов без любви, без страсти. То ли дело наш советский красный пахарь. Вот почему невозможно себе представить американский колхоз. Еще очень важная для американцев тема, поднятая стембиком, это переселение. История развития человеческих цивилизаций – это история переселения народов. Выйдя из Африки, человечество заселило европейский и азиатский континент. Люди открывали и завоевывали земли. История странствия в поисках нового дома описана во многих религиях. И те люди, которые решались уйти с насиженного места, которым удавалось выжить в пути, найти и завоевать новую землю, новый дом, эти люди всегда основывали новые цивилизации, которые превосходили ранее существующее. И Америка является самым последним примером такого переселения. Примечательно то, что сейчас, если не вести масштабных мировых войн, переселяться уже некуда. Земля закончилась. И мы-то с вами, может, еще можем переехать в Европу или в США. Но представьте, каково самим гражданам Соединенных Штатов. Им, в случае чего, бежать некуда. Они уже в Америке. Поэтому, наверное, именно в этой стране рождаются люди, которые основывают частные космические компании для полета в космос и для колонизации Марса. И скоро они отправятся туда. И положат основу будущей новой цивилизации. И чтобы никому не было обидно, их будут называть космо-американцы. Они будут голодать. Они будут умирать. Они будут убивать. Они будут есть друг друга. Но кто-то из них выживет. Оснует на Марсе колонию. Назовет ее Нью-Оклахома. И разбогатеет. Дорога для американца – это жизнь. И Стембик описывает жизнь своих героев в дороге. Дорога – это сюжет для многих американских книг и фильмов. Для российских же писателей дорога, скорее, была источником вдохновения. Но вот книг, в которых бы герои путешествовали, достаточно мало. Это «Колобок», это «Путешествие из Петербурга в Москву», «Мертвые души», это «Кому на России жить хорошо» и «Идеология Ильфа и Петрова» об Остапе Бендере. Вот и все произведения, которые приходят мне сейчас на ум. Не знаю, может вы что-то подскажете. Если знаете другие произведения о дороге, напишите их в комментариях. А вот, наверное, последняя тема, которую я хотел бы сегодня обсудить – это тема «Американской мечты». Этот термин появился как раз в период, описанный Стембиком – во времена Великой Депрессии. Он, по сути, является антиподом советской идеи, выраженной в лозунге «От каждого по способностям, каждому по потребности». «American Dream» – это страна, где жизнь каждого человека будет лучше, богаче и полнее, где у каждого будет возможность получить то, чего он заслуживает. Это и есть главная мечта героев Стембика. Но мы понимаем, что она неосуществима. Автор говорит нам об этом, когда описывает фантазии «Бедной розы». Она мечтает о том, чтобы у ее мужа была работа, чтобы они жили в городе, и каждые выходные ходили бы в кино. Неужели она этого не заслуживает? Но эти желания выглядят глупо и наивно, как мечта какой-нибудь типичной американской деревенской девушки, о том, чтобы уехать в Калифорнию и стать звездой Голливуда. Но даже последняя, если задуматься, вещь более реалистичная, чем страна, в которой каждый будет получать то, чего он заслуживает. Такого не бывает. А звезды Голливуда есть, я видел их по телевизору. На последних страницах книги описана сцена, в которой дядя Джо во время потопа пускает по воде ящик смертворожденным младенцем. Плыви, расскажи им все, плыви по улицам, будешь гнить, может они хоть от тебя узнают. Ты только так и можешь говорить, плыви и остановись где-нибудь на улице, может тогда они поймут. Заканчивая роман, Стэмбиг думал о том, как будет воспринята его книга. Он думал, что ее ждет разгромная критика, обвинения в пропаганде коммунизма и коммерческий провал. Но он очень хотел, чтобы люди узнали и поняли. Его книга это ребенок, которого он пустил по воде. Стэмбиг считал, что ребенок мертв, но все оказалось не так. Книгу ждал большой финансовый успех. Главная литературная премия Америки, а уже через год вышла экранизация, получившая два Оскара и семь номинаций на него. Без обвинений в пропаганде коммунизма, конечно же, не обошлось. Но мы, русские, наверное, автора в этом обвинять не будем. Для нас он левый, но все-таки, что там говорить, капиталист, если такое бывает. А грозня гнева для нас не выглядит, как пропаганда коммунизма или пропаганда какой-нибудь другой политической идеи. Это скорее пропаганда справедливости и человечности. Писатель увидел самые на тот момент трагичные события своей страны и описал их с реалистичной точностью. Описал в русле американских революционных традиций. Поэтому он считается классическим американским автором. Если тема американской школьной программы вам понравилась, поставьте лайк, я с удовольствием продолжу ее в следующих выпусках. Подпишитесь, чтобы их не пропустить. А если у вас есть свой любимый автор или произведение, и вы хотите услышать его интерпретацию, то смело пишите в комментариях. По лучшим предложениям я сниму новые ролики. Если же вы хотите поддержать наш канал, то вы можете оформить платную подписку на Boosty. Ссылка на этот сервис находится под видео. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok